Я уже Павел отмечал, что в служении Павла особенно обращает на себя внимание то, как он формировал лидеров новых церквей. Апостол мог спокойно оставить основанную им церковь, не только не опасаясь за ее здоровье, но и в уверенности, что она сама даст начало новым общинам, если понимал, что оставил после себя хорошо подготовленных служителей. Но в дополнение к этому Павел привлекал к служению миссионеров из уже организованных им общин. Взгляните на список соработников Павла. В первой колонке я перечислил домашние церкви этих служителей. Так, Тимофей, как вы видите, прибыл из Листры, Гаи из Дервии, Аристарх и Секунд из Фессалоник и так далее. Обращает на себя внимание количество церквей, из которых происходили соработники Павла. Это в основном те люди, которые путешествовали вместе с Павлом, миссионеры, которые действовали по его поручению, которые из жатвы сами превратились в жнецов. Иначе говоря, в виде открывающейся перед ним широкие возможности для благовестия, апостол не возвращается в антиохийскую церковь и не призывает местных христиан выслать больше делателей на Ниву Божию. Для этих целей Павел ищет новых работников во вновь основанных им общинах. Он ищет новых работников среди новообращенных, тех, кто совсем недавно пришел ко Христу. Умножение церквей в сущности так и происходит. Это не постоянный прирост извне. Всему есть свой предел. У нас ограниченные условия и способности. А вот подготовка новых служителей совсем другое дело. Она становится самообразующимся движением будущих божьих сработников, из которых и сформируются основатели церквей. Таков механизм церковного самовоспроизводства. Так Евангелие проникает в новые дома, города и страны. Так появляются миссионеры, готовые нести благую весть туда, где она еще не звучала. Вот почему такой подход в служении Павла вызывает у меня восторг и вдохновение. При этом любопытно, что он не столько рассказывает о нем, сколько реализует на практике, в своем ежедневном служении. Таким образом, для основания новых церквей Павел задействует новообращенных из вновь организованных им общин. Я уже отмечал, что христиане нередко задаются вопросом, следует ли в данном служении пользоваться исключительно стратегией Павла? Должны ли, признавая ее библейский характер, считать эту стратегию единственно верной? Или же мир изменился настолько, что она утратила свою актуальность? И нам пора разработать более действенные методы с учетом современных достижений науки и техники, контекста мегаполисов и вообще просто новых контекстов. Может уже отказаться от методов Павла? Вот такого рода полемика ведется между библистами и миссиологами. О необходимости возвращения к стратегии Павла довольно настойчиво говорит Роланд Аллен. Автор знаменитой книги, которая переведена на несколько языков и называется так «Миссионерские методы во времена Павла и в наши дни». Это произведение вышло практически 100 лет назад, в 1912 году. Роланд Аллен сам служил миссионером, а точнее был руководителем миссии. Проанализировав результаты ее деятельности, он пришел к печальному выводу. Церкви не умножаются, остаются зависимыми от пожертвований западных церквей, проявляют мало самостоятельности и инициативы в служении, полагаясь опять-таки на западных братьев и сестер. Где-то мы ошиблись, что-то сделали не так. И так он поступил, он перечитал книгу деяний, вспомнил жизнь и служение Павла и решил, что следует вернуться к его методам и не оседать надолго во вновь организованных церквях. Я как никогда убежден, что в тщательном изучении его служения, то есть служения Павла, и прежде всего в понимании и признании ценности его принципов, мы найдем решение большинства проблем современности. И через 100 лет это мнение поддерживают многие люди. Пора вернуться к стратегии апостола Павла. Как бы то ни было, все они убеждены, что методы Павла оказались куда продуктивнее наших. Вот почему, призывает автор, необходимо критически переосмыслить наши подходы к организации церквей, миссионерского служения и основанию новых общин. Давайте посмотрим. И пусть Павел жил в другое время, может, все-таки стоит у него поучиться? Может быть, именно его методы окажутся сегодня наиболее действенными? Во-первых, Аллен говорит о необходимости наделения церкви полномочиями. Задерживаться в одном месте надолго Павел не мог, поэтому все полномочия он передавал местной общине, вверяя ее Святому Духу. Апостол был уверен, что Святой Дух будет непременно действовать в новообращенных, поэтому ему не нужно, подобно матери, кружить над гнездом с птенцами. Святой Дух позаботится о них. Эти люди возрастут в вере и смогут самостоятельно, под водительством Духа, развиваться в поклонении Богу и служении. Второе – самодостаточность, обретение финансовой независимости. Аллен пишет, новые общины возникали не при финансовой поддержке Павла. Более того, во времена голода часть собранных там пожертвований он переправил в Иерусалим. Таким образом, эти церкви были изначально ориентированы на материальную самодостаточность, в той мере, в какой они могли себе это позволить. Туда не привлекались ресурсы из Антиохи или, скажем, Иерусалима. С первого дня эти общины могли обходиться без посторонней помощи. Понятно, что им не приходили большие счета за коммунальные услуги, и они финансово не поддерживали своих служителей, во всяком случае, не тратили на это значимых сумм. Далее Аллен пишет, сама церковь была простой. Напомню, что эта формулировка появилась за сто лет до того, как современные богословы ввели понятие «простой церкви». Итак, церкви не отличались сложной организацией, никакого клерикализма и никакого дипломированного духовенства. Служением занимались простые люди, члены общины. Если бы от каждого из нас требовалось длительное обучение в семинарии, если бы каждый должен был пройти эту школу, до основания церкви по принципу Павла дело бы и вовсе не дошло. Идем дальше. Никакой институционализации. «Мы заметно обросли бюрократии, у нас дорогие проекты и капитальные здания. Все это, утверждает автор, лишь тормозит развитие общины. Нам нужно лишь самое необходимое». Взгляды Аллена разделяют не все. Экхард Шнабель, уже современный автор. Его работа называется «Миссия ранней церкви». Это двухтомник. Общим объемом примерно в полторы-две тысячи страниц. Вот такая подробная энциклопедия. Так что, если вас интересует анализ служения Павла, впрочем, как и миссии ранней церкви в целом, это как раз то, что вам нужно. Оригинал этой работы написан на немецком языке, но она переведена на английский и, возможно, какие-то другие языки. Точно сказать затрудняюсь. Итак, Шнабель предлагает свое видение служения Павла и приходит к несколько иным выводам. Сокращенная версия его рассуждений представлена в книге «Павел-миссионер». В ней уже примерно страниц 500, что выглядит не столь монументально. Основной фокус, разумеется, на апостоле Павле. Итак, напомню, Шнабеле несколько иной взгляд на вещи. И тем не менее он говорит, «Миссионерское служение Павла не ограничивалось возвещением благой вести Иисуса Христа и обращением в христианство отдельно взятых людей». Павел основывал церкви, общины, уверовавших в Иисуса Христа как Мессию и Спасителя. Одновременно с этим никакой глобальной стратегии у апостола не было, он лишь следовал водительству духа. Тогда как Роланд Аллен и другие утверждают, что у Павла была вполне определенная стратегия, согласно которой он проповедовал исключительно в больших городах, Шнабель говорит, что в маленьких городах апостол тоже проповедовал. Кроме того, его проповедь была обращена не к определенному кругу людей, а ко всем желающим. Итак, мнение Шнабеля, как мы видим, несколько отличается от воззрений ряда современных богословов и мессиологов. Однако в любом случае, изучение жизни и служения Павла – это всегда определенный вызов. Это всегда стимул к тому, чтобы сравнить наш собственный труд в церкви с тем, что происходило в общинах первого века. Конечно, мы живем в другом мире. Павлу не нужно было учить иностранные языки. Он владел греческим, на котором и проповедовал, и писал. Общение с большинством общин трудности у него не вызывало. Кстати, однажды он все же столкнулся с языковым барьером, это было в Листре, что в итоге нарушило взаимопонимание. То есть и Павлу довелось испытать многие из тех трудностей, которые возникают на пути современных миссионеров. И вместе с тем я считаю, что его метод наделения общин всем необходимым для дальнейшего развития служения, его способ воспитания делателей для Нивы Божией, его упование на действия в их жизни Святого Духа, Павел не пытался патронировать новообращенных, а просто способствовал раскрытию в них необходимого потенциала для продуктивного служения. Заслуживают нашего самого пристального внимания, причем независимо от того, кто вы первопроходец основатель или миссионер в уже существующей церкви. Для эффективного служения данный принцип я бы назвал ключевым. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария». Субтитры создавал DimaTorzok